Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы поговорим с вами о редком экземпляре из два экранированных. Да, ребят, есть такая машина в игре, она очень сильно похожа на ИСа 2 1945 года. Это премиумная машина 7 уровня, тяжелый танк и отличается он от ИСа 2 в первую очередь наличием вот этих вот экранов. Вроде бы смотрится как сетка рабица, которую просто напялили на танк, но смотрится действительно красиво, здесь вопросов никаких нет. И что самое парадоксальное, имеет еще и какой-никакой, а все-таки смысл, потому что данные экраны помогают защититься от фугасов. Я только, честно говоря, не совсем понял, от каких конкретно фугасов необходимо тяжелому танку прятаться, а точнее скрываться за этими экранами, с учетом того, что брони здесь в принципе достаточно и навряд ли кто-то будет сюда бросать фугасы. Если вы посмотрите на броню ИСа 2 1945 года, то вы обратите внимание, что броня практически не отличается. Машины очень сильно похожи между собой, как по техническим характеристикам, так и по внешнему виду. И вот этого вот красавца, ребят, вы не встретите в обычных рандомных боях. Я, по крайней мере, не встречал. Пишите свое мнение, видели ли вы данную машину в боях, сталкивались ли вы с ней, или может вы являетесь счастливым обладателем данного крайне редкого экземпляра. Чем машина примечательна? Для своего 7 уровня у него очень хорошая альфа, орудие заявленное 8 уровня, но я в эту цифру никогда не верил, потому что здесь можно хоть 10 написать, а смысл все-таки кроется вот в этой вот таблице, ну и в принципе в играбельности орудия непосредственно в самих боях. Что же машина собой представляет? С учетом установленного оборудования, два раза улучшая время сведения, я смог довести только до 5,1 секунды данный показатель. И честно говоря, играется очень сложно с таким временем сведения. Разброс приближен к 4, ну точнее 0,4, недалеко упал ниже 0,385, что является тоже не сильно приятным в бою. А что в бою действительно является приятным, играя на 7 уровне вы закидываете 400 единиц альфы с пробитием в 170. Если вдруг не хватает, можете поднять до 212 подкалиберными. Если прям совсем не хватает и хочется улучшить, можете улучшить себе на целых 8 единиц базовый снаряд и голду на целых 11 миллиметров. Но, ребят, при этом показатель вашего орудия в отношении времени перезарядки будет существенно отличаться от тех позиций, которые были только что при установке именно досылателя. Целых 12,4 секунды будет время вашей перезарядки и ДПМ чуть ниже 2000. А вот если поставите себе все-таки на орудийный досылатель, то будете иметь вполне себе даже, ребят, комфортное время перезарядки в 11,5 секунд. И для данной альфы это вполне себе приемлемая цифра. Что касается угла склонения орудия вниз, то минус 6, и это, в принципе, типично для советской техники. Вот такой вот ИС-2 экранированный по техническим характеристикам непосредственно в самой игре. Ну а что касается сравнения с другими машинами на уровне, то я бы не сказал, что он прям сильно отличается какими-то показателями. Дело в том, что если говорить о сравнении с ИС-2-1945, то действительно ДПМ выше, пробитие пускай ниже на 5 единиц, но в принципе играбельно, и альфа та же самая. Выстрелов в минуту у него больше, и перезарядка, соответственно, меньше, чем у своего исходного собрата ИС-2-1945 года. Но если смотреть на всю таблицу, то вы увидите, что есть огромное количество машин с более бодрыми показателями по орудию. То же самое касается и по сведению, и по многим другим параметрам. В частности, допустим, подвижность машины 32 километра, у собрата 34, ну и у огромного количества ребят данная цифра выше. Есть, конечно, ребята, которые проседают, ну, допустим, тот же самый Блэк Принц, но я бы не сказал, что таких ребят на уровне много. В частности, я насчитал троих среди тяжелых танков. Что касается доходности, информации нет. То же самое, ребят, обратите внимание на количество боев, которые отыграли игроки за последнее время, и на статистику. Ее просто не существует. Ну а раз, ребят, ее не существует, то, по-моему, имеет смысл данную статистику нам с вами попытаться организовать и выкатить данного красавца из ангара. Убедимся, что мы попадаем в обычный встречный бой, ну и отправляем нашего ИСа экранированного на то, чтобы попробовать его в современном рандоме. Я не знаю, ребят, насколько все будут удивлены данной машине в боях, и мне почему-то кажется, что если бы чат сейчас все-таки работал на Евросервере, то, наверное, кто-то бы мне что-нибудь написал и спросил, что это за ИС-2 экранированный. Что могу сказать от себя? Машина по играбельности практически ничем не отличается от своего прототипа. Я имею в виду ИСа 2-го 1945 года. Но внешний вид существенно интереснее и существенно лучше. Что касается подвижности. Обычный ИС едет, как обычный ИС. Вот и все. Ничего уникального. Не могу сказать по поводу того, что он летит, как ракета, но обратите внимание, в принципе, от своих собратьев левелом ниже не отличается абсолютно. Что касается комфорта игры. Комфорт есть. Это действительно приятная машина в игре. Если вы любите советскую технику, то данная машинка вам бы обязательно понравилась. Многие, кстати, задают мне вопрос, зачем я снимаю обзоры на машины, которые тяжело доступны всем, и почему я это делаю? Ребят, я это делаю по одной простой причине. Потому что у многих из нас нет Ламборгини, у многих из нас нет каких-нибудь там Феррари или, не знаю, того же самого Бентли Континенталь. Но почему бы не посмотреть видео про эти автомобили и не заценить вместе с автором данных видосов те машины, которые он показывает. То же самое касается этих редких машин. Я выкатываю их из ангара для того, чтобы порадовать ваш глаз, для того, чтобы вам показать, что есть такие машины в игре и чем конкретно они уникальны. Как вы видите, альфа, заявленная в 400, средняя сейчас не оправдалась. Было меньше 400, но мне кажется, что довольно неплохой показатель по урону, который ты накидываешь за один выстрел. Что касается брони. Я не могу сказать, что броня какая-то прям суперкрутая. Как вы видели сами на силуэте данной машины, на доп. ресурсе, ничего такого в этой машине нет. То есть сказать, что это прям действительно непроходимое препятствие. Нет, ребят, его могут пройти, его могут пробить. И уникальность данной машины заключается в том, что их очень мало. Ну а если быть точным, то, как вы видели, на данный момент их абсолютно никто не катает. И вот этот вот кайф в 300 единиц урона, а порой даже в 400 и 400 с копейками, это действительно приятный бонус. Ну что, поехали, попытаемся помочь разобрать Арла. Пудель крутится над ним, но у него, к сожалению, не вышло. Разобрать Арла, значит, наша задача помочь ему в этом и сделать то, чего он не успел. Я больше чем уверен, что если бы вы играли на данной машине, то однозначно получали бы исключительно удовольствие от данных боев, потому что кайф просто неимоверный. Хотя бы исходя из того, что вы не такой, как все. Хотя бы исходя из того, что вы не типичная проходная машина, и уж тем более не какой-нибудь танчик, который может любитель редких машин просто купить себе за какой-то донат. Боже мой, как я сейчас косанул. Уникальная ситуация, конечно, получилась. Хотя порой такие ситуации встречаются, и к этому необходимо быть готовым. Разменялись довольно неплохо, и что приятно, что ты практически за каждый выстрел наносишь жирный-жирный урон своим соперникам. Так, сделаем третий фраг на финиш нашего боя. Или все-таки не успеем. Если сейчас кто-то из союзников подъедет, то понятное дело, что доберут. Но нам повезло. Ну что, переходим к поискам ПТХи. В любом случае, 2170 урона мы уже нанесли, и мы делаем с вами 4 фрага за этот бой. Играется машина просто шикарно, получаешь массу удовольствия, и это то, за что я люблю наши с вами танки. Я люблю их не за статистику, которую вы можете делать на этих машинах. Я люблю за бурю эмоций, которые можно получать на определенных машинах. 2230 единиц урона, 4 сделанных фрага, ребят, и при этом всем я получаю второй знак классности. Не мастера какого-то. Что касается результативности по фарму. Как я говорил, у меня нет информации по поводу доходности. Я имею ввиду процента доходности по данной машине. Но в любом случае, для седьмого левела за этот бой 68 тысяч, я считаю, довольно неплохим заработком. Ну а что касается моей результативности в команде, то я занимаю первое место, чему безумно рад. Обязательно лайкану одного из наших соперников за то, что он занял первое место в своей команде по урону с существенным отрывом. Ну и обязательно поддержу нашего игрока на ВК, который сделал два фрага, ну и существенно помог затащить данный бой. Вот такой вот он из 2 экранированный. Навряд ли вы встретите его в рандомных боях. Пишите свое мнение по поводу данной машины. А еще, друзья, обязательно подписывайтесь на канал, если вы за нестандартные видео, за обзоры на нестандартные танки. Если вы за незаурядность в этой игре, и уж тем более, друзья мои, если вы хотите смотреть все больше и больше честных обзоров. Подписываемся на канал, ставим лайки, и обязательно жмем на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новые видео. А еще, друзья мои, для подписчиков канала, в ближайшее время планирую разыгрывать премиумные коллекционные машины на своих онлайн-трансляциях и в своих видео. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...